Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке КПЗ-07Е. Соответственно, данная машина была доступна в специальном событии, где ее можно было купить за ресурс. К тому же номер, который изображен на этом танке, он, в общем-то, был эксклюзивно выдан тем, кто впервые купил у каждого свой номер. Но я думаю, и так вы все в курсе этих событий, лучше меня все это знаете. Так что, друзья, давайте смотреть сражение на этом танке. Итак, праздничные контейнеры от Весты. Некоторые детали. Во-первых, в этом году ассортимент премиум-машин в новогодних контейнерах весьма обширный. Танки низких уровней будут выпадать, как обычно. А вот способ получения танков высоких уровней 8+, новый. Высокоуровневые машины будут разделены на три этапа. Чтобы начали выпадать танки следующего этапа, нужно сначала собрать все танки предыдущего. На общем тесте в механике этапов используются танки других уровней, чтобы мы сразу не раскрывали все карты. То есть схема какая-то довольно-таки мутная и выглядит довольно сложно. Вернее, не то, что сложно выглядит, а в плане того, что это как-то попахивает как разводом. Но надеюсь, что нет. Потому что получается так, чтобы выбить второй этап, нужно все танки первого этапа выбить. То, что тут указаны, танки всякие низкоуровневые, на это вообще не смотреть. Это просто тестовые образцы. То есть разработчики не хотят полить танки, которые грязные тут будут. Это будут восьмые уровни. И, соответственно, я так понимаю, чтобы выбить второй этап и третий этап, нужно все танки собрать. Это капец. То есть надо сидеть и, соответственно, донатить, что ли. И при этом, как я понял, в каждом из контейнеров будут разные наборы танков. Возможно, я ошибаюсь, но по этой информации вот так все это выглядит. А тут так сказано. И Т-59 голда. Тут написано, что это другой какой-то особый приз будет. Итак, бонус кода для World of Tanks. Если это для тех, кто когда-то зарегистрировал аккаунт на Европе, но давно не играл, 30 дней и более, тогда в таком случае вы можете взять один из этих бонус кодов и, соответственно, активировать его. Ну и получить за это разнообразные плюшки. Там большие аптечки, большие ремки, автоматические огнетушители, 7 дней према, 7 боевых задач на x5 опыта, личные резервы 200% к комбинированному опыту и 7 личных резервов 50% к боевому опыту. Так что, друзья, если вдруг вы хотели играть на Европе, ну, у вас должен быть аккаунт, там, может быть, какой-то завалялся, так скажем, тогда берете, активируете эти бонус коды и получаете, соответственно, все это дело. Ну, а если вы играете только на 10, то, соответственно, тоже стоит ждать бонус кодов других только. Также, друзья, вы можете написать комментарий и указать свой игровой ник, тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота. Так что рекомендую этим заняться. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы поиграть на сайте водки.ком. Попробую выиграть довольно-таки интересный премтанк. Ну, надеюсь, получится. Посмотрим, будет ли удача меня сегодня преследовать или нет. Ну, вот начало не очень удачное, как вы можете видеть, 50 золота всего. Ну, такое тоже бывает. Отчаиваться не стоит. Также тут вы можете видеть, что сейчас черная пятница, как бы распродажа, и тут доступны новые черные танки, которые вы можете опять-таки, если захотите, получить к себе. В общем-то, это довольно-таки все выгодно получается. Так, 200 золота падает. Отлично. Шванцпанзер 58 также. Ну, в общем, пока премтанк мы не выбили, но будем стараться. Так, 3 дня према. И также не забывайте, что проводится ежедневно розыгрыш золота, и вы можете поучаствовать в розыгрыше и выиграть золото. При этом это участие абсолютно бесплатное для каждого желающего. Вот так, 250 золота падает. Отлично. Altpro Time X30 также тут присутствует. Так, 1000 голды. Ну и последняя попытка. Так, Калибан, тип 64. Так, Матильда падает. Ну, это, конечно, мелкий премтанк, но все же неплохо. Он по цене стоит. Также, друзья, можете использовать мой промокод SUPER777 на пополнение счета. Ссылка на сайт в описании. Тип 57Т. Это новый японский танк с новой механикой охлаждения орудия. Так и хочется сказать про охлаждение... Охлади мое... Ну, сами знаете что. Легендарная фраза из GTA. Да, соответственно... Ну, в общем, Эдеста успела все-таки забрать, видимо, и целую эту ветку танков японских с охлаждением орудия. И они появятся в игре. Можно даже увидеть характеристики этого танка. Тут можно увидеть, что у него 360 урона. Что, в принципе, неплохо. 228 пробития. 280. То есть на галде. Скорость подвода снаряда отличная. 1160. Время перезарядки 11 секунд. Время прицеливания 2,3 секунды. Разброс на 100 метров 0,32. УВН минус 14. В общем, довольно неплохие характеристики. Давайте, соответственно, дождемся, когда этот танк выйдет. Но, очевидно, что он будет в коробках. То есть для чего еще такие машины могут делать? Это все-таки эксклюзивный танк. Новый абсолютно, с новой механикой. И, конечно, для коробок, я думаю, его и готовят. Ну, также разработчики показали 2D стили на разнообразные танки. Можно увидеть, в общем, разные. Тут, соответственно, тут можно увидеть и новогодние разнообразные по цвету стили. Ну, все по стандарту. То есть открываете коробочки. Из них падают игрушки. Собираете игрушки. Получаете 2D стили. И получаете бонус к серебру и к опыту. Тут ничего нового разработчики не стали придумывать. На Европе, тем временем, выложили полный список танков. Ну, может быть, не совсем полный. Ну, так скажем, почти полный список танков, который выпадает из коробок. Самое любопытное, то, что тут есть танк ИСУ-122-2. То есть, это, по сути, ну, некоторая версия ИСУ с двумя орудиями. Есть тот же ТИП-63. С механикой охлаждения орудия есть Тигр Маус. Кстати, танк 9 уровня. ГСОР-1010 есть. СТ-8 уровня БЗ-176. Но он может быть заменен на К2. Тут разработчики будут решать. Ну, и всякие мелкоуровневые премы, которых тут очень много. И они в основном делаются для коллекционеров. И для того, чтобы получить компенсацию за них в золоте. Также Леста пообещала то, что в коробках будет золото. Несмотря на ту информацию, которая появлялась раньше. То, что в коробках порежут золото. Ну, может быть и порежут, фиг его знает. Но золото, говорят, они будут. Сколько золота, посмотрим. Это уже нужно смотреть на деле. Ну, также показали новый танк, который будет в сборочном цехе. И вот его характеристики довольно-таки обычные. Что-то прям не вижу чего-то имбового. Ну, и что такое сборочный цех? По сути, ну, это как марафон почти что. То есть, будет доступно 35 задач. Выполнив их, вы как бы получаете за каждую задачу жетоны. Которые понемножечку дают вам возможность собирать танки. Но тут есть один нюанс. Заключается он в том, чтобы получить все-таки премтанк полностью. То есть, не донатив, не получится. То есть, нужно задонатить, чтобы получить этот танк. А именно, чтобы получить танк, нужно 38 жетонов. А за боевые задачи, тут прям так и сказано. Если что, не верить, можете сами прочитать. Нужно 38. То есть, остальные 3 жетона придется покупать за золото. Ну, и насчет аукционов. Вообще, у нас тут был внезапный аукцион недавно на один танк китайский. И, соответственно, тут уже разработчики решают вот такие вот механики использовать. То есть, не исключен такой вариант. То, что вообще будут время от времени появляться какие-то якобы эксклюзивные предложения. Ну, а также еще тут вот по той информации старой, которая была, январь-февраль 24-го, это, возможно, будут новые аукционы. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok